Я уже использую водяное охлаждение, и это мой домашний компьютер. Но давайте поговорим о том, почему вы тоже должны его использовать. Всем привет, я Атила, и мы продолжаем наше путешествие в мир жидкостного охлаждения. Сегодня наша цель... Почему вы вообще должны рассматривать жидкостное охлаждение для своего ПК? Ответ в том, почему бы и нет. Вам действительно нужно использовать какое-то охлаждение для вашего компьютера. И пока вы этим занимаетесь, почему бы не выбрать лучшее для этой работы? Настольные компьютеры становятся все более и более мощными. И с этой мощностью выделяется больше тепла. Токи, протекающие через миллионы транзисторов, являются основным источником тепла во всех процессорах. Это тепло необходимо отводить, чтобы поддерживать компоненты в допустимых пределах рабочей температуры. В противном случае, перегрев снижает производительность, сокращает срок службы компонентов, или даже может привести к их необратимому повреждению. Одним из наиболее распространенных способов отвода избыточного тепла от компьютера является использование воздушного охладителя, который обычно включает в себя радиатор для отвода тепла от компонента и вентилятор для обеспечения дополнительного воздушного потока для охлаждения. Другой вариант. Жидкостное охлаждение, которое требует размещения водоводов на компонентах, которые мы хотим охладить. Вы можете посмотреть другое наше видео из серии, где мы объясняем основные принципы жидкостного охлаждения. Ссылку можно найти в описании ниже. Итак, почему все больше и больше пользователей ПК выбирают жидкостное охлаждение вместо традиционного воздушного охлаждения? Вода обладает более высокой удельной теплоемкостью и теплопроводностью, чем воздух. Таким образом, она может быть в 2 или 10 раз эффективнее в транспортировке тепла от источников. Улучшенная производительность охлаждения может принести множество преимуществ всем пользователям ПК, включая геймеров, создателей визуального контента, специалистов по обработке данных и даже, беседишь, майнеров криптовалют. Но давайте посмотрим, в чем заключаются эти преимущества. Мы можем перечислить 5 основных вещей, которые изменят ваше отношение к выбору следующего решения для охлаждения. Улучшенное охлаждение сохраняет важные компоненты ПК, такие как CPU, GPU или материнская плата, в допустимых пределах рабочей температуры, даже при выполнении самых сложных задач. Огромные колебания температуры – это не то, что нравится чувствительному оборудованию ПК. При недостаточном охлаждении компоненты печатной платы быстро нагреваются, расширяются, а затем сжимаются, когда они находятся под нагрузкой. Этот процесс может привести к тому, что они выйдут из строя. При жидкостном охлаждении все находится под контролем, а тепловые всплески сведены к минимуму, поэтому компоненты не подвергаются лишнему напряжению. Жидкостное охлаждение также является выбором номер один для пользователей ПК, которые стремятся к высокой производительности за счет разгона. А современное оборудование даже предлагает варианты автоматического разгона. Если вы считаете, что ручной разгон слишком сложен для вас, GPU и CPU в настоящее время предлагают возможность автоматического повышения производительности при наличии достаточного запаса охлаждения. Для примера, если чип достаточно охлажден и включен Boost Speed, то тактовая частота увеличивается до тех пор, пока видеокарта или CPU не достигнут целевого уровня мощности. Эта динамическая регулировка тактовой частоты контролируется в программном обеспечении, которое отслеживает аппаратные данные и несколько раз в секунду изменяет тактовую частоту и напряжение в реальном времени, повышая производительность в каждом приложении. У Intel есть технология Adaptive Boost, у AMD есть Radeon Boost и Precision Boost, у NVIDIA есть GPU Boost 4.0. Поэтому, какой бы новый CPU или GPU вы не получили, ваше оборудование автоматически будет работать лучше, если оно правильно охлаждается. Водяное охлаждение также обеспечивает снижение шума по сравнению с воздушным охлаждением. Радиаторы предлагают большую площадь рассеивания, что позволяет вентиляторам работать на более низкой скорости, создавая тем самым меньший уровень шума. И вы можете нагрузить свой компьютер до предела и не получить филиал аэродрома в комнате. В целом, это гораздо более приятный опыт как для вас, так и для вашего компьютера. И мы еще не закончили. Жидкостное охлаждение позволяет энтузиастам превращать свои компьютеры в визуальные шедевры. Любой, кто стремится к эстетике, получает практически неограниченные возможности для моддинга и создания чего-то, что станет вирусным в интернете. Жидкостное охлаждение для ПК доступно в большом количестве вариантов, в том числе для экономичных пользователей, ищущих простые, но эффективные решения. Например, охладители все в одном представляют собой предварительно собранный, предварительно заполненный контур жидкостного охлаждения, который не требует технического обслуживания и очень простые установки. У новичков иногда возникают опасения по поводу использования жидкостного охлаждения в компьютерах, но есть способы устранить любые риски. Тестеры утечки позволяют проверить, протекает ли ваш контур, даже не заливая в него жидкость. В любом случае, следуя инструкциям и не торопясь, вы предотвратите любые неудачи. С AIO тестирование на утечку даже не требуется. Компания EK производит компоненты жидкостного охлаждения ПК уже более 15 лет, и у нас лучшая клиентская поддержка в отрасли. Так что на самом деле бояться нечего. Итак, теперь вы знаете, почему стоит рассмотреть возможность покупки жидкостного охлаждения для вашего ПК. До следующего видео! И если вам нравится такой контент, то подпишитесь на наш канал. Ба-бай! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!